Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч 33 тура АПЛ Манчестер Сити Сауд Гэмптон. Встречаются первая и 14 команды текущего сезона. Очные матчи. В последних 10 очных матчах команды 6 раз играли на обе забьют да и 6 раз на тотал больше. У Манн Сити 8 побед, у Саута 1 и 1 ничья. Последние 4 домашние очные матчи выиграл Манн Сити. Последние 5 очных матчей на Этихаде были на обе забьют да. Статистика команд. Манн Сити в последних 10 матчах имеет 9 побед, 0 ничьих, 1 поражение. Сауд Гэмптон в последних 10 матчах имеет 2 победы, 1 ничью, 7 поражений. Манн Сити пропускал в последних 3 матчах. Сауд Гэмптон последние 3 матча отыграл на обе забьют нет. В минувшем туре Манн Сити проиграл МЮ 0-2. Юнатед прервал длинную победную серию своих земляков, но в этом скорее вина самих горожан, которые уже на второй минуте заработали себе пенальти в ситуации абсолютно того не требовавшей. В дальнейшем гости атаковали меньше, но куда острее. В итоге из 3-4 голевых моментов реализовали еще один в концовке матча. У хозяев была пара неплохих моментов, но ворота оказались слишком маленькими, чтобы в них попасть. Сауд с таким же счетом выиграл на Бремон Лейн. Хозяева на удивление плохо провели этот матч, допуская множественные грубые ошибки в обороне. Сауд Гэмптон запросто мог забить в 2 раза больше, но как всегда выручил Рамсдейл. В очном матче первого круга выиграл Мансити скромно 1-0. Мансити проиграл предыдущий матч Юнайтед по причине слабой игры в обороне. МЮ очень остро действовал в атаке, что стало небольшой неожиданностью для номинальных хозяев. В отличие от предыдущих матчей, Мансити много моментов не создал, а тех 2-3 оказалось слишком мало, чтобы забить гол. Но в этом ничего удивительного нет, ибо МЮ является одним из самых неудобных соперников для горожан. Со святыми команда Гвардилой играет очень удачно, особенно на своем поле. У Мансити идет самая длинная пропускная серия из трех матчей. Такая серия была лишь один раз на старте сезона. У Саута наоборот идет серия из трех нулевых матчей. Последние двоочные матчи закончились на 1-0. Это длинная нулевая и низовая серия для этих команд, которые, как правило, обычно между собой играют на тотал больше и обе забьют «да». Саутгэмптон после затяжного кризиса, похоже, немного поднял голову. Но победа над Шеффилдом пока не показатель. Конечно же, поражение от МЮ нисколько не поколебало лидирующие позиции горожан. Здесь надо понять, была ли это единичная неудачная игра, либо начало ожидаемого игрового спада. Буки явным фаворитом на этот матч ставят хозяев и считают, что победа Монсити должна быть сухой и крупной. Сложно сказать, насколько команда Гвардиолы будет мотивирована, чтобы выносить Саутгэмптон. Тут все дело запросто может заграничиться очередными скромными 2-0. Правда, в очных матчах эти команды никогда не играли более двух нулевых матчей подряд. Да и коэффициент на обе забьют «нет» стоит невысокий. Тут еще такое дело. За всю историю очных противостояний на Айтихаде команды лишь однажды играли нулевой матч. Учитывая текущее состояние обеих команд, логично ждать что-то в районе от 2-0 до 3-1. Монсити много она пропускал, как для себя в последних играх. Саутгэмптон в последних играх не очень выглядит в атаке и достаточно посредственно в обороне. Из связки ставок тотал меньше 3,5 обе забьют «нет» победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на обе забьют «нет» 1,71. На тотал меньше 3,5 1,69, на победу хозяев 1,22. Ставить на победу хозяев за 1,22 такое себе дело, разве что в экспресс засунуть. Тут даже отрицательная фура в минус 1,5 гола поднимает коэффициент всего лишь до 1,63. А Саут запросто может упереться и не проиграть более чем в один мяч. А может и вообще не проиграть. Может показаться странным, но приличную ставку на этот матч выбрать достаточно непросто. Ставить на победу хозяев с разницей более чем в один мяч за 1,63 не очень интересно, ибо такая ставка может запросто не сыграть. Ставить на победу с более крупным счетом еще более рискованно. Ставить на обе забьют «да» нет тут как повезет. Шансов на то, что забьют гости немного, но у Сэдгэмптона будет полтора момента, это точно. И залететь какой-нибудь стандарт запросто может. Поэтому ставить на обе забьют «нет» за 1,71 не очень хочется тоже. Уже же лучше рискнуть и взять обе забьют «да» за 2,14. Статистика очных встреч и текущая статистика Саута говорят в пользу этой ставки. Ставить на тотал меньше 3,5 за 1,69 тоже такое себе дело. Сложно сказать, насколько злыми окажутся хозяева и насколько удачливыми в атаке. Если исходить из предыдущей очной статистики, должен бы стрельнуть уже забивной матч. Поэтому тут можно взять компромиссный вариант ставки на тотал больше 3 гола за 1,78. Коэффициент относительно неплохой. Ставка относительно надежная. И иметь неплохой шанс на заход. Но в крайнем случае будет возврат. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok